Одна из первых находок в руках у начальника экспедиции ручка амфоры, сделанной в метрополии, в самой Греции. По его словам, изучив ее, можно узнать конкретное место производства. О жизни и бытии людей, экономических связях того времени рассказывают именно такие артефакты, где копать показала разведка. Ее провели перед строительством, так положено по закону. Пока археологи обнаружили остатки части стены. Не исключено, что она окружала усадьбу. Уже известно, что в районе Джимете был пригород Гаргипи. Поскольку работы только начались, конечно, мы еще предполагаем находки какие-то значимые. Надеемся, что будет что-то интересное. Ну и хотелось бы сказать, что в данном случае крупные греческие города на территории Северного моря и Прикубани исследованы довольно хорошо, а небольшие сельские усадьбочки и жизнь простых греческих переселенцев еще не до конца исследованы, поэтому наши раскопки принесут какой-то вклад. На двух раскопах работает около 50 человек. Руководство в Ростове. Команда из самых разных регионов. Вместе уже не первый год. Устоявшийся коллектив. Работа интересная, но трудная. Летом может быть изнуряющая жара. Сейчас грунт тяжелый после обильных дождей, а солнце наоборот долгожданное. Александр Челябинска. Археологией занимается более 10 лет. Поехал на практику в университете и, как говорит он сам, зацепила. В Анапском районе уже второй раз. До этого были на греческом поселении в районе Усатовой Балки. На новом месте пока изучают обстановку. А какие-то косвенные признаки, безусловно, говорят, что поселение довольно интересное. То есть по керамике по той же. Было бы интересно, конечно, наткнуться и на могильник сопутствующий, но это время покажет уже. Помимо античных предметов, в ходе раскопок нашли следы боя времен Великой Отечественной. В здании, вероятнее всего, хозяйственном. Гильзы от советского оружия, чека от гранаты. Там же ручка от самовара, подкова. Раскопки займут около месяца или полутора, в зависимости от погоды. Все найденные предметы занесут в специальный каталог и передадут в музей города-курорта.